МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И выкликал шмат неприемностей. С полночи до девяти ранецы Держа-Аутоинспекция зафиксовала 32 дорожно-транспортные здоровья. Для поравнания десятого снежня за аналогичный период было пять. На шассе УДТЗ потерпели только механичные транспортные сродки. Водители и пассажиры целые. Обращаемся ко всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдать крайних мер осторожности. Водителям рекомендуем отказаться от управления личным транспортным средством, воспользоваться общественным в случае необходимости. Ни в коем случае не садиться за руль транспортного средства, в котором не заменены летние шины на зимние. Придерживаться необходимо зимнего стиля вождения, отказаться от резких торможений, плавно трогаться, ни в коем случае не совершать обгон, соблюдать безопасную скорость, дистанцию и интервал боковой. Пешеходам также рекомендуем быть предельно внимательными ввиду обледенения тротуаров, постараться аккуратно выходить на проезжую часть, предварительно убедившись в том, что водители вас заметили и остановились. Только после этого начинать переход проезжей части дороги. Прослуховывающийся до парада и инстинкту самозахования, многие горожане сегодня вы решили не садиться за руль, а скористаться послухами такси. Однокраница и звычайный тариф за поездку вырос в четыре разы, а чекать подачу авто треба было около 20 минут. Такий вариант подходил далеко не всем. Увы, некую спешка и неуважливость вылилась в великую колькость падений и травм. До обеда только в Гомельскую городскую больницу худкой медицинской допомоги звернулось около 80 человек. С пяти часов утра, точнее, если быть, начался поток пациентов, пострадавших, пригололюди. Ну, все люди выходят на работу с утра, идут, не особо смотрят по сторонам, но, к сожалению, этот ледяной дождь, который сегодня у нас произошел, дал нам кучу проблем, кучу работы. На данный момент уже обслужена часть госпитализирована, часть обслужена амбулаторно, более 80 пациентов, и поток не прекращается, поэтому пока что работа идет на полную. Возможно, такая еще работа будет длиться на выходных. Посмотрим. Послезнулся, упал гипс. Крылатая фраза советской комедии – «Сегодня гучить за всем не смешно». У таких складанных за эпидемичной обстановки часу врачи просят у всех быть вельми осторожными и не додавать им работы. Выбирайте обуток без обцасов, а ли на рельефной подышве. Обыходьте место с нахилами, не тримайте руки в кишенях, чтобы балансовать. Перасовывайтесь, повольно слезгиваясь. При падении сгруппуйтеся, чтобы смягчить удар. Не пробуйте выротовать речи. Ротуйтесь обе, поднимайтесь аккуратно, просите до помощи. Коммунальные службы в несправильной обстановке ведали шелчора. Больше за 21-й к технике в 8-й вечера приступили до опроцовки в улиц. Но это не дало належного эффекту. Так как ночью шел дождь, можно сказать, ледяной, не везде должен эффект получился. Люди продолжали работать, потом выходили с 5 часов, также техника и кожурупы, понятно, где-то, может, не совсем сработали оперативно. Дождь закончился только под утро, поэтому и сейчас работы продолжаются. Было привлечено, израсходовано порядка 720 тонн, в целом по городу. Зараз на улицах Гомеля працует больше за 400 дворников. Так само дадут на указание предприемствам и администрациям районов терминово провести уборку замоцеванных территорий. По технологии, после опроцовки пяшчана-соляной сумесью потребен час для ее изденья, после чего поверхность треба очистить. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадиокомпания «Гомель». Оранжевый узровень небеспеки за гололеды в регионе обвешаны и на завтра, будя без опадков, наши до 5 днем до 4 градусов. А в неделю потеплее, днем будет каля нуля. Максим и невеликий дождь. Такий же характер надворья заховается у понеделок. А у авторок чекается снег. Середины наступного тыдня снова похолодает. Адрамонтовать дорогу, установить пандус, принять решение не закрывать социально-значный объект. До старшиней гомельского облвыконка Маги-Надия Соловья. Шахары региона звертаются по самых разных питаниях. Наши корреспонденты потекавилися принятыми рашэннями. Размешанная на территории шахунышной станции Костюковка Крама у центра уваги старшиней облвыконкам опынулася у вересня гетага года после коллективного зварота уже харау ближайших в улиц. Магазины, які належать гандлёвому предприемству, символичной назвой отдела рабочого забеспечения, керавництва акционерного товарыства вырышила закрыть. Як растумашили покупникам, за ним это сгодности далейшей эксплуатации. Выбор у людей оказался невеликим. Звернулся за допомогой у облвыконкам ті наведуваць Краму, яка знаходзіцца прикладна у трох кілометрах. Пришым перадульваць, гэту адлеглась пришлося б людям уаснованым со старылага узросту. У отповідності з рашэнням старшині облвыконкама Крама засталася працаваць. Для жызні у нас ззэсь все есць. І мясноя, і молочная, і крупы, і макароны. Даже сладочцей хватай, і большой выбор. Вот захочела там бабку купить. Вот, пожалуйста. Все-таки не ходить далеко і не это. І нас магазин этот устраивает. Ми за то, щоб этот магазин работав. Неколькі годів не могли вирішить свою проблему і жахары дому номер 108 по вулиці Савецкой Урэшицы. У відповідності з діючим законодавством Кватері на першім поверсі набув мясцовий предприємальник, який відкрив краму по продажу бытової хімії. Не глядяши на скарги людей на неприємний пах, бізнесмен не тільки не прислухався до їх, але і зробив прибудову додома. Гэта дазволила повілішись гандлёвая площа. Церпіння жахаро скончилася, калі яны давідаліся об планах предприємальника зробіць і ашы одну прибудову. Звороты у розной інстанцій, уклюшаючі мясцовы райбы канкам, праблемы не вырышали. Ситуація кардинально змінилася тільки пасля колективного звороту у абалбы канкам. Рэшэння вынесли в нашу пользу. Т.е. пастройку эту дзелаць. Не будуть наш двор пахабіць, извиніться. Не будуть. Двор у нас замічательний там. Ну і, канешно, ми сабрались вместе, дружненько, у нас там пенсіонерів в основному, і рішэли, що треба відправити письмо благодарності кому? Губернатору, який непосредственно курижував цей вапрос. І ми оцінь благодарні Геннадзію Михайловичу за його, ну не знаю, добродуші, за його неравнодуші, за його нашол он время і на такий, кажеться, невзрачний вапросик, но время у нього нашлось. І яшы один дом по вулиці Савецкай, але уже у Гоміле. Зворот от його жахару так само был колективным. Проблема саправды оказалася вельми актуальна. Справа у тим, що проекціровщики підоглядзіли настільки високий і незручный ганок, що перадуліць 11 приступок було саправдным випробуванням для пенсіонерів, людей з обмежованными фізичними махчимастями і маті з дітячими колысками. Пропанова жахару обустановці зручного пандуса була реалізованна тільки пасля відповідного дорушення старшині Абываканкама. Я дуже благодарю всім, що зробили нам цей пантус. Зараз виїхав, нікого не просити не треба, я тихонько виїхав, побыл на вулиці. Дождь, як у нас все, я сразу раз поднялся. Дождь идет, а я сижу, никого нету, щоб ніхто поднял. Ну, в основному, хорошо, хорошо. Очень довольні, все довольні, бабки довольні, я смотрю, на балкон хожу, смотрю, как вони тянутся по цим пантусам. Хорошо сделали, довольні, і все довольні, все говорят спасибо більше. Олександрів Вольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокампанія «Гомель». Начальник колонного управління ховы здоров'я гомельського облаканкама Миколай Кудзянчук принял делу в роботі громадській приемной. На протягу 2-х годин він отказывав на телефоны звонки Жахару Ругіона і приймав на ведвальників. Бо да і переважная колька зворотів на гетара стыршилася эпідемична ситуація. Перший же звонок на промовлінню з питанням про вакцинацію супрась коронавірусу. Поколь докладна термін і початку невідома, але визнашено, що безплатні пройшепки змогуть отримати медики, роботники школ і дитячих садов, а так само пенсіонеры. Ярши однопропонова об захвачиванні урадшоу, які працюють з пацієнтами-хворами на ковид-19 і махшимості увядення для їх додаткових отпусков. Після шарнобильській катастрофі для медработніків був продовжений 45-діонний відпуск, але зараз на законодавшому зроўні такої протяглості не існує. Що тачиться ситуацій па захворвання на коронавірус, то хоч другая хвала казалася більш істотна, чим була весной. Махшимості медустону регіону, яши далеке не вычерпані. Сьогодні у нас є міста, у нас є резерв. У нас кожний день порядка більше 700 по області резервних міст. Ми отслежуємо інформацію на протягом суток постоянно. І, дістітльно, втора волна, она більш жістча, ніж перша волна. Але, тим не мене, система здравоохранення області працює сложно, але контроліруємо. Средства індивідуальній захіту і полностью у нас є запас от 1,5 до 4 місяців. Він постійно обновляється, тому я вам більше скажу, що на протягом останній неділи ми вже видим, що ми на пікі і пошли на сніження. Медіцинські документи, які підтверджають адмону вийнік ПЦР, дослідовання на ковід-19 потрібяться замежним громадянам, старшим за 6 годів, які уїжджають на територію нашої країни. Нагадаєм, з 21-го снежня на границі будуть здійнішити нові правилы. Обмежування, уведенні у метах, продухілення, розповсюджування ковід-19. Зміни уступають усилу з 0-1-21-го снежня і закрануть пересушення границі з замежними громадянами і білорусами у обо двох на керунках просноземні пограничні піроходи з Латвії, Литві, Польщі і України, а так само поветранні пункти пропуску. Аналогичні мери у розповідних варіантах реалізації вводилися у Латвії, Литві і Росії. Нюанси прокомментирували у Дяшпагранкомітеті. Так, временно приостанавливається виїзд граждан Республіки Беларусь і іностранців, пістоянно проживаючих в нашій країні, через функціоніруючі наземні пункти пропуска, за исключением отдельних случаів. Авиціонні пункти пропуска данные ограничения не затронуть. Ограничення на в'їзд для іностранців через наземні пункти пропуска встаються в силі. Кроме того, в'їжджаючим іностранцям старше 6 лет потребуються медицинські документи, подтвердаючі отрицательний результат ПЦР-исследовання на COVID-19. Беларуси і іностранці, в'їжджаючі в Беларусь через наземні і воздушні пункти пропуска і стран, в якій регістрирується в случае COVID-19, внесённых Минздравом в перечень, об'язані находіться в самоізоляції в течінні 10 календарних днів са дня прибытия в страну і до істечення цього срока не можуть в'їхати з Беларуси. Усе підраб'язанці можна довідатися на сайті Держпагранкомітету Беларуси. У субботу 12-го Снежня знов пройдуть промы телефонні ліні з простовниками місцевої улади. На питання жахару РГЁ надкаже намісник старшини Гомельського облвыконкама Владимир Прывалов. Звернутися до його можна по номері 33-12-37. Так само промыльнію проведе першій намісник старшини Гомельського облвыконкама Олександр Германов. Телефон для совізі 33-09-59. Час з 9 ранніці до паудня. Долго чеканне новоселье. Сьогодні у Рогачові по вулиці Кірова здадзі на експлуатацию 40-кватерный жилый дом. Літерально не калькі дзен тому ключи от нових кватер отримали жахары райцентра у сусіднім домі. Таким чином свої жилеві умови змогли полепшить 80 шмадзетних сім'яў. Дмитрий Котов с подробязнастями. Для шмадзетной сім'ї Цуба, яка складається з пяти чоловік, гэта саправды довгочаканная падія. Наталя з мужам і децьми глядая покоі новой кватері. Шасливі господарі кажуть, усім задоволіны. Сподавається і планировка, і удалое размяшення нового дому. Побач школы, дитячі пляцовки, магазини, припинок громадського транспорту. Радує і велика колькость древ, які растуть на дворовій території. Місто дуже хороше розположення, менше машин, де безпасності для дітей і для нас. Желанна для нас ця квартира. Ми дуже благодарні, що у нас так все получилась. Ми дуже рады, що ми получили цю квартиру. Будовніство нового 40-квартирного дому по вулиці Кірова життявлялося згодно реалізацію указа президента номер 240 об державной підтримці громадян при будовністві жилых помяшканів. Дом полностью продоглежений для шмадетних сем'яв. Яшы один подобний на гэт размястівся літерально у нікальких метрах. Його здалі у експлуатацію нікалькі дзен тому. У вогу лісіоліта у Рогачовськім районі своє жилёві умовы полепшили 120 шмадетних сем'яв. При гэтым активне будовніство життявлялося як у городі, так і сільській мяссовості. 110 семей построили в многоквартирних жилых домах і порядка 10 домах на селі. На селі у нас сьогодні активно ведеться строительство участки, беруть порядка 67 семей. Ну і вони вже будуть вводити свої доми в 2021-2022 году. Будовніству жилля у Рогачовськім райвиканкамі надається особлива увага. С кожним годом кількость узводімых домів повіалішується. Коли літоць було побудовано 9 тисяч квадратних метрів жилля, то селіта більш за 11 тисяч. Дмитрий Котов, Сергій Лукашук, телерадиокампанія Гоміль, Зрогачова. Запаліваєм ёлку разом. А гульно-городська акція прошла сьогодні у Гомілі. Організатори підрихтовали веселі забави, масові гульні і карагоди вакул лісної прогожоні. Так само дорослых і маленьких гостей шакалі конкурси і виступлени лєпших артистів города. Але саме приємне і радостне уклюшення святошній іллюминації. Светом радости Горир! Светом радости Горир! Зелінає! Она дуже красива і блістяща! Піксельна ёлка – найкраща із всіх! Ні, найкраща із всіх! Красьува! Красьува! На сцені для жахару і гасей розгорнули казачне проставлення. Не обшлося і безлюбимих казачних персонажів Діда Мороза і Снягурки, а так само символа гіта года мыши Марфы Васильівны і символа будуча года – БК Баяна. Новогодство стається при любой погоді. Состоїться, збудеться, придет, щоб збыли, состоялись і пришли всі наші мечты і желання. С наступаючим Новым Годом! Почас свята можна було так само підсилковацься на свежим поветру. Організатори підрихтовали святошний гандаль з прысмаками і гаражами-напоями. Гіта інші новини, інформацію про екзак, дому. Кровля вже обрушилась к моменту приїзду спасателей. Те потушили пламя і в ході розвідки під обгоревшими конструкціями дому нашли телохозяїна. Сожительниця пенсіонера на момент происшествия знаходилась у родственників. Причина возгорання, скорее всего, кроється в неосторожному обращенні з огнем при куренні. За прошедші сутки на території Гомельської області зарегистровано 5 пожаров, одно строення уничтожено. Так, в деревні Переров Житковичевського району открытым пламенем горел деревянний гараж. Огонь уничтожил постройку дотла. Пострадавших нет, усматривається неосторожне обращення з огнем. Така же причина пожара кирпичного дома і в поселке Пуща Будокошелівського району. Жить после происшествия в нем уже невозможно. Из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления без крыши над головой остались хозяева деревянного жилого дома в агрогородке Осовец Мозорского района. Повреждены кровля и имущество в доме. А накануне около 11 вечера кто-то поджег нежилой кирпичный дом в деревне Чкалово Светлогорского района. Пострадало напольное покрытие и стены с внутренней стороны. Попытался сэкономить на таможенных платежах и потерял партию косметики. В пункте пропуска Новая Гута сотрудники таможни изъяли товары у дальнобойщика, который собирался ввести их в Беларусь без декларирования. 21 коробку с косметикой стоимостью 23 тысячи долларов США гражданин Украины разместил в кабине своего грузового автомобиля МАН. И при прохождении контроля сказал, что декларировать ему нечего. Но в ходе осмотра это казалось не так. Таможенники нашли упаковки с кремами, гелями и бальзамами. Неоформленный груз был изъят и отправлен на сопредельную сторону. А сам водитель был подвергнут административному взысканию в виде штрафа. Объяснил, что хотел сэкономить на таможенных платежах более 16 тысяч рублей. Гомельчанин убил брата-близнеца. Преступление произошло в железнодорожном районе. 37-летние мужчины распивали спиртное, и один из них явно с этим переборщил. В процессе приятного времяпровождения вспомнились давние обиды, и один из братьев-близнецов ударил другого ножом в спину. От полученного ранения тот скончался на месте происшествия. Примечательно, что ранее мужчины не имели проблем с законом. Дело находится в производстве следователей Гомельского городского отдела Следственного комитета. Гомельским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 147 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Милиционеры из Житковичей нашли пенсионера, который замерзал на берегу реки. 9 декабря местная жительница сообщила, что пропал ее 83-летний отец. Куда он мог направиться, никто не знал. Ситуацию осложняло то, что мужчина страдал провалами в памяти. Правоохранители сообщили о ситуации волонтерам и выдвинулись на поиски, которые велись в том числе и в соседнем Микошевическом районе Брестской области. Примерно в 22 часа дедушка был найден. Он лежал на берегу реки. К тому моменту пенсионер уже выбился из сил и замерзал. Мужчине вовремя оказали медицинскую помощь. К счастью, он не пострадал. Дочь спасенного высказала слова благодарности. Большой поклон им за все. За их работу. За проделанную работу. За нервы, которые они потратили. Вообще за большую-большую душу. Водителям из Гомеля и Речицы повезло, что рядом оказались инспекторы ГАИ. Те пришли на помощь именно в тот момент, когда было нужно. Один из случаев произошел в Гомеле на площади Ленина. Около проезжей части девушка поставила свой автомобиль на аварийку. В автомобиле слетели тяги, коробки и переключения передач. Инспекторы оперативно решили проблему, устранив неисправность. Водитель смогла продолжить движение. Ореческие инспекторы взяли на буксир старенький форт. Водитель не мог завести машину, так как разрядился аккумулятор. Проезжая мимо парковки, сотрудники ГАИ это заметили и предложили мужчине помощь, от которой тот не отказался. Это все новости на сегодня. Я Александр Гамоля. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Жлобинский металлург пощекотал нервы своим болельщикам. Очередной игровой день в хоккейной экстралигии Столивары принимали у себя Динамо Молодечно. К середине третьего периода хозяева были впереди 3-1. Разницу сделали Журня и Заломай, у которого дубль. У гостей забросил Сытый. На 53-й минуте Литвинов сократил отставание Динамо. Решить исход поединка Столивары могли чуть более чем за минуту до сирены. Тополь убежал на пустые ворота гостей, однако каким-то чудом промахнулся. За эту небрежность Динамовцы тут же наказали. Амбражейчик перевел игру в овертайм. В серии буллитов, до которых в итоге дошло дело, Тополь реабилитировался, забросив решающую шайбу. За это он получил звание первой звезды игрового дня. Завтра Столиваром дома играть с Неманом. Гродненская дружина ни с чем уехала из Гомеля. Поединок с рысями для гостей с запада страны сложился не лучшим образом. Созданный Нестеровым в первом периоде гандикап в две шайбы, Неман отыграть так и не смог. Два последующих периода завершились с ничейным счетом. 1-1 итог, 4-2 в пользу Гомеля. У рысей с заброшенными шайбами также отметились Камбович и Межейников. У Немана Малиновский и Малявка. Завтра Гомель на домашнем льду играет с Динамо Молодечно. Мужской гандбольный Гомель матчем с Кронаном завершает второй круг чемпионата Беларуси. Игра пройдет в Гродно завтра, начало в 14.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Федерации гандбола. В турнирной таблице Гомель на третьем месте, Кронан на пятом. В воскресенье и понедельник состоятся матчи перенесенного 10-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Таким образом будет подведена черта под первым кругом. 13 декабря Светлогорский ЦКК дома играет со столичной охраной Динамо. Начало в 13.00. В 17.00 на паркет столичного спорткомплекса Мопит выйдут Минск и Гомельская БЧ. Центральный матч пройдет в понедельник. 14 декабря на арене Гомельского спорткомплекса Локомотив. ВРЗ принимает столицу. Матч между представителями лидирующей тройки чемпионата стартует в 19.00. В восьмом туре чемпионата Беларуси по волейболу в первой лиге Гомельская Дерби. Бумпром и Газовик сыграют между собой завтра на арене спорткомплекса Локомотив. Номинальные хозяева – игроки Бумпрома. Начало матча в 17.00. Вход на трибуны только в масках. С Дюшор Энергия в восьмом туре играет дома. Соперник Аршанский взлет. Матч пройдет в спорткомплексе Водоканала. Начало в 15.00. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok